МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Выбор будущей профессии. В Саровском физико-техническом институте началась работа приёмной комиссии. Честование выпускников 2023 года, награждённых медалью «За особо успехи в учении», состоялось в Большом зале заседаний администрации Сарова. Руслан Людмила. Музыкально-поэтический вечер в рамках летней творческой школы маленьких пианистов состоялся в школе имени Балакирева. Подробности далее. Летом традиционно активизируются природно-очаговые заболевания. В нашем городе зафиксировали рост случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на 40% по сравнению с прошлым годом. ГЛПС – острое вирусное заболевание, протекающее с высокой температуры, интоксикации организма геморрагическим синдромом и поражением почек. Его ещё называют «мышиной лихорадкой», так как разносчики – грызуны. В прошлом году, весной, во время весеннего учёта численности грызунов, у нас не было положительных находок. То есть не было грызунов, которые были носителями антигена геморрагической лихорадки. То есть они не могли быть источником для человека. В этом году у нас 25% отловленных грызунов выявлено антиген геморрагической лихорадки. То есть люди при контакте с такими мышками заболевают геморрагической лихорадкой. Поэтому в этом году у нас отмечен рост заболеваемости. Специфическая вакцинация против ГЛПС не разработана, а потому меры профилактики заключаются в уничтожении мышевидных грызунов в природных очагах инфекции, предупреждении загрязнения жилищ, водоисточников и продуктов питания выделениями грызунов, дератизации жилых и производственных помещений. Природного очага клещевого энцефалита в городе нет, однако у нас всё же регистрируют болезни, передаваемые клещами – болезнь лайма или клещевой барлиоз. В этом году тоже отмечается рост, и рост значительный. Если у нас в прошлом году был резиничный случай, то в этом году уже 7 случаев. Связано это с чем? Связано это с тем, что в этом году очень много клещей. Если у нас за весь в прошлый год было 295 только укушенных, это только обратившихся, за полгода этого года уже 259, то есть почти норма прошлого года. В мае было зарегистрировано 3 случая укусов змей и 1 укусы ежа. Часто встретив их в лесу или в черте города, люди пытаются сделать селфи с ёжиком или просто берут его на руки. Это довольно опасная затея, считает Людмила Катраева. Как и любые попытки контактировать с дикими животными, поскольку легко нарваться на зверька больного бешенства. На территории региона зафиксировали 25 случаев укусов бешеными животными с начала года. Сначала, конечно, болеют дикие животные, лисы. Они кусают кошек домашних, кошки и лисы в основном. И последний случай в июне зарегистрирован в Арзамасском районе. То есть речь идет к чему? Что не обязательно брать в руки ежей, как вот люди пытаются селфи сделать сейчас с какими-то дикими животными. Это совершенно ни к чему. Было случаи енотов ловить пытались. С января в стране осложнилась ситуация с заболеванием корью. За этот период заразились вирусом около 3000 человек. В Сарове случаев не зафиксировали. Более того, последний случай в нашем городе регистрировали около 20 лет назад. Вспышек и крупных вирусных очагов специалисты не прогнозируют, так как высок уровень коллективного иммунитета. У нас в городе коллективный иммунитет, то есть люди охваточные вакцинацией двукратные, то есть правильно привиты против кори, по данным наших наблюдений больше 97%. То есть по нормам считается, что необходимы не менее 95%. Случаев заболевания ковидом все меньше. Зафиксировали 1700 случаев. За аналогичный период прошлого года их было 17 тысяч. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Уровень реки вновь упал. Такую картину горожане наблюдают каждое лето. И каждый раз ситуация вполне прогнозируемая. Уровень воды падает из-за неисправности плотины. Цель любой плотины – регулировать уровень водоемов. Когда она исправна и ее правильно обслуживают, проблем с уровнем не возникает. Регулируя затвор, можно обеспечивать необходимое состояние реки. Но плотина в Сарове явно неисправна. Ее затвор неплотно прилегает снизу. Из-за этого она течет. Низкий уровень воды привел к тому, что река вновь зацвела. На эту проблему горожане жаловались долгие годы. И в прошлом, казалось, ее удалось решить. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» Саров получил 40 миллионов рублей на очистку русла Сатиса. Деньги потратили, работы провели. Результат, что называется, налицо. Как нам сообщили в департаменте городского хозяйства, ремонт плотины запланирован на ближайшее время. И, возможно, уровень реки вернется в норму. Но проблему с цветением это уже не решит. Русло вновь нужно чистить. Вот только вряд ли можно с одним объектом дважды участвовать в одном нацпроекте. А в местной казне денег на подобные работы попросту нет. Будем следить за тем, как развивается ситуация. Физика, математика, технология – любимые школьные предметы Ивана Ухабова-Богославского. Точные науки юноша рассматривает скорее как инструмент, который помогает реализовывать практические задачи. Ивану нравится электроника. Этим направлением он увлекся около четырех лет назад. Свою жизнь он планирует связать с производством отечественной электронной компонентной базы. Больше всего мне нравились технические предметы. На мое становление показывало влияние как школа, так и учреждения дополнительного образования. Дворец детского творчества и станция юных техников, а также технопарк, конторум. В зале администрации собрались лучшие из лучших – выпускники саровских школ. Для них закончилась школьная жизнь. Остались позади уроки, домашние задания и контрольные. 11 лет юношей девушки день за днем осваивали разные науки, делали домашние задания, участвовали в конкурсах и олимпиадах самых разных уровней. Результат – заветная золотая медаль за особые успехи в учении. Я думаю, не переживать. Никогда не переживать. Идти, плыть по течению и не стараться сделать на оценку. Я так все-таки думаю. Потому что если вы будете думать только об этом, я думаю, что у вас все не очень хорошо получится. Главное – любить то, чем вы занимаетесь. И если это касается школы, распределять правильно время, я думаю. Это тоже самое важное. 71 медалист подтвердил медаль результатами государственной итоговой аттестации. Из 8 стобальных результатов на ЕГЭ 7 получили медалисты. Торжественный момент вместе с выпускниками разделили директора школы родители. Я искренне желаю вам, чтобы вы не боялись ничего, чтобы вы шли вперед, чтобы вы перед собой открывали все пути, которые вам хотелось бы открыть. Чтобы вы достигали вершин и в науке, и в жизни, и в любви, и вообще в любом направлении, которое для вас сейчас является наиболее значимым. Но самое главное помните, что пусть, прежде всего, ваша уверенность в себе, любовь ваших родителей и всегда мудрый совет ваших наставников, педагогов, всегда вам помогали на вашем жизненном пути. Вы умеете ставить цели, вы умеете их достигать. У вас сейчас все инструменты и весь задел на будущее уже есть. Нет причин переживать или расстраиваться. У вас действительно светлое, достойное будущее. И еще раз хочу сказать, мы все уже зависим от вас. Прошу вас правильно распорядиться своим временем, своим будущим. Саров вас всегда любит, всегда ждет. Мы с удовольствием будем с вами встречаться. В завершении торжественной церемонии медалисты отпустили шары в небо. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 52 выпускника, из них 24 медалиста. Внушительный результат показали учащиеся третьего лицея. Как отметил директор, это один из самых сильных выпусков. Среди ребят спортсмены, знатоки и активисты, которые ярко проявили себя на городском и даже международном уровнях. Мы гордимся тем, что вы были нашими учениками. Педагогическому коллективу было приятно наблюдать на протяжении этих долгих лет и следить за вашими успехами. Ваш выпуск уникален. Вы победители всевозможных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей, соревнований регионального, всероссийского, международного уровня. Я верю в каждого из вас и твердо уверен, что вы сможете добиться высоких результатов. Позади волнение и экзамены. В этом году пять учеников добились стобального результата на ЕГЭ, что стало приятным сюрпризом также для учителей и родителей, которые вкладывали силы и переживали не меньше выпускников. В достижениях всех наших детей у нас просто какая-то искрометная, гениальная пролить получилась выпускная. Нельзя как-то уделить какого-то конкретного учителя. Мне кажется, вклад всех учителей, он весом. Все вкупе, все сделало то, что мы имеем сейчас. Мы достигли своей цели благодаря каждому учителю. Кто-то хочет стать фармацевтом, кто-то специалистом по кибербезопасности, а кто-то хочет связать свою жизнь с наукой. Ксения Кудряшова считает, что именно лицей дал возможность проявить себя в разных сферах и выбрать свой путь. Безусловно, есть уже грусть, потому что столько всего интересного здесь было, столько эмоций мы получали каждый день. Но в то же время очень радостно, потому что завершена определенная жизненная цель, получены те результаты, которые хотелось бы. Но, конечно, я очень буду скучать по школе, по людям, по учителям. Ребята получили аттестаты и заслуженные награды, а впереди активная взрослая жизнь, на которую у выпускников большие планы. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Приемная кампания в Саровском физико-техническом институте стартовала с 15 мая для двух уровней – магистратуры и аспирантуры. С 20 июня в УЗИ начали принимать документы от абитуриентов, которые планируют поступать на бакалавриат, специалитет или на среднепрофессиональное образование. В этом году в Сарфате выделили 122 бюджетных места на бакалавриат и специалитет технического направления и 12 мест на направление экономика. Подать необходимые документы для поступления можно разными способами. Они могут прийти лично к нам в приемную комиссию, подать документы и поговорить с сотрудниками приемной комиссии, развеять свои сомнения, проверить свои мифы, которые существуют, я о них еще расскажу. Есть у нас еще один способ – дистанционный. И здесь ребята могут подавать документы как через информационную систему НИЯУМИФИ, так и посредством портала госуслуг. Подать заявление дистанционно бывает удобнее и проще. В этом году многие абитуриенты воспользовались такой функцией. Но для этого необходимо внимательно ознакомиться с правилами приема в институт, с минимальными проходными баллами и документацией. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Сарфате Ирины Суворовой, многие ребята при поступлении не учитывают свои индивидуальные достижения и декабрьское сочинение, которые, в свою очередь, могут принести им дополнительные баллы. То есть, если они декабрьское сочинение написали, у них зачтены все пять критериев, то они имеют право получить два дополнительных балла. Если четыре критерия, то один дополнительный балл. А получается, что они даже вот эту возможность в один дополнительный балл, который может сыграть огромную роль при прохождении на бюджет, они его не учитывают. Сотрудники приемной комиссии с РФТИ в таком случае сами проверяют каждого абитуриента через портал единого госэкзамена и смотрят, можно ли ему начислить баллы за сочинение. В этом году во всех вузах страны установили единые день и часы подачи оригинала аттестата, при наличии которого вуз может зачислить абитуриента. При этом оригинал можно подать и через госуслуги. Но следует принять во внимание, что аттестат в живом виде, который лежит в вузе, имеет приоритет над электронным аналогом. В этом году ввели понятие «отдельная квота» для выпускников белгородских школ, ДНР и ЛНР, а также для детей участников СВО. Эти категории будут поступать 28 июля. От 3 августа уже по основному конкурсу те, которые не имеют никаких льгот, они будут уже зачисляться 3 августа. Так вот, 28 июля и 3 августа через госуслуги подается до 12 часов, чтобы успелось все системы федеральные обработать эти документы. А к нам лично приносят уже оригиналы до 6 вечера. Еще одно новшество этого года. После 25 июля нельзя будет изменить приоритеты на направления. Оригинал абитуриент подает в конкретный вуз, поэтому система сама проведет зачисление. Если не получится поступить на первый приоритет, документы автоматически перейдут на второй и так далее. Сейчас заявление подали порядка 60 абитуриентов на бакалавриат и специалитет из Крыма, Коми, Краснодарского края и Сарова. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 38 человек утонули в водоемах региона с начала года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди погибших трое детей, 35 человек спасены. Все трагические случаи произошли на необорудованных пляжах и, как правило, жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения. Купаться можно только в оборудованных для этого местах. На территории города Сарова в соответствии с постановлением администрации определено два места купания. Это пруд Боровой и пруд Протяжка в пределах ограниченных буйками, обращая ваше внимание. Во всех других местах, на любых других водных объектах нашего города и даже на Протяжке и Боровом, но в других местах, где нет буйков, купание у нас запрещено. Обычно в таких местах устанавливают знаки купания запрещено, только сыровчане их часто срезают, рассказала Инна Родина. Однако отсутствие такого знака не снимает ответственности с любителей окунуться. Наказывают таких нарушителей рублем. Штраф от одной до трех тысяч. У нас есть решение Думы, в котором прописаны запреты. Поэтому и там один из запретов – купание в необорудованных местах. Запрещено купаться, запрещено в местах, где выставлены запрещающие знаки. То есть все это, если комиссия приходит и имеет право составить протокол, который дальше направляется в мировом суде для рассмотрения. К обеспечению безопасности на Саровских пляжах подходят ответственно. В начале сезона водолазы обследуют дно. Общее состояние воды и зону отдыха инспектирует специальная компенсия. А Межрегиональное управление номер 50 ФМБ России регулярно берет воду для анализа. Последние показатели из двух водоемов – озера Протяжного и пруда Борового – удовлетворительные. Также на пляже дежурят спасатели. Там стоит медицинский пост, спасательный пост. На протяжении всего, скажем, светлого периода дня там дежурят спасатели и медсестры, к которым горожане могут обратиться за любой помощью или поддержкой. Там поранились каким-то образом или еще что-то. То есть там у нас все как бы с точки зрения безопасности все обеспечено. Спасатели поправляют буйки, лодки у каждого имеются, спасательные круги, жилеты и так далее. То есть все для безопасности наших любимых гаража. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Третий день летней творческой школы маленьких пианистов стал для ребят, родителей и педагогов одним из самых интересных и запоминающихся. Участники посетили экскурсию по городу, сделали поделки своими руками в художественной галерее. А вечером юные музыканты и их наставники собрались в концертном зале детской музыкальной школы имени Балакирева. Организаторы творческой школы подготовили подарок. Музыкально-поэтический вечер Руслана Людмила. Известные строки Александра Сергеевича Пушкина прозвучали в исполнении актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации Анны Большовой. А руководитель проекта Александра Большова аккомпанировала художественному чтению фрагментами из оперы Руслана Людмила «Глинки». В конце вечера зрители поблагодарили артистов бурными аплодисментами, а также смогли сфотографироваться с ними. На открытой летней творческой школе маленьких пианистов атомных городов ребята каждый день репетируют по несколько часов. Посещают серии мастер-классов. Под руководством опытных наставников оттачивают каждую деталь музыкального произведения. Каждый день работы школы завершают отчетным концертом участников. Варвара Закалина в первый раз участвовала в экспериментальном фортепианом ансамбле, в котором объединились четыре юных исполнителя из разных городов. Мне больше всего очень нравилось работать с ансамблем, потому что это такой небольшой опыт. И, конечно же, большое спасибо за создание этого проекта, потому что это очень интересный такой и жизненный опыт быть, ну и в то же время и на концертах выступать, но в то же время и играть с товарищем, играть с партнером. Это было очень интересно, потому что, когда я сама играла, было так очень как-то сухо, как-то тихенько. А когда сыграли, аж такое было какое-то небольшое даже удивление такое, потому что так как оркестр зазвучало. Это колоссальный опыт для детей иметь такую широкую концертную деятельность. Каждый день происходят вечерние отчетные концерты. Детки каждый день стараются, отрабатывают задачи, которые ставит им Александра Леонидовна Большого. И за эту короткую неделю огромные шаги преодолеваются в направлении улучшения игры, качества игры. Открытая летняя творческая школа в Сарове стала продолжением проекта «Школа маленьких пианистов», которую уже два года реализуют в рамках программы «Территория культуры Росатома». В проекте участвуют 15 маленьких музыкантов из пяти городов России – Лесного, Заречного, Балакова, Краснодара и Сарова. На фортепиано оттачивали мастерство и самые маленькие участники школы. «А сколько тебе лет?» «Четыре. Со мной коня играла Женя и Большая Маша, а я на колокольчиках была. Конь мой скачет по дороге без холеста и шпорт». Летняя творческая школа маленьких пианистов атомных городов завершится галоконцертом участников. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Что такое кистень? Какую тактику использовали немцы на ледовом побоище? И сколько длилась русско-турецкая война? Ответы на эти и другие вопросы воспитанники станции юных техников искали в рамках проекта «С русским воином через века». С мая этого года ребята погружались в историю, изучали биографии Александра Невского, Дмитрия Донского и Федора Ушакова. Значимые атрибуты – события и сражения. Работали на базе станционных техников здесь, в библиотеке имени Пушкина. Также мы посещали экскурсии, были в музее Стрелецкая Слобода, это центр внешкольной работы. Были в музее Ушакова, в библиотеке Маяковского, а также в городе Темников, кое-кто у нас побывал. Также проходили мероприятия и на свежем воздухе, помимо аудиторных занятий, проходили мероприятия на свежем воздухе. Различные квесты, различные реконструкции боев древнерусских. Ребята обработали полученные знания и преобразовали их в интерактивные медиапродукты с помощью веб-ресурсов. Результатом работы стали 26 виртуальных проектов – кроссворды, пазлы, экскурсии, лента времени. Тимур Оревкин сделал 7 из них. Теперь создать, например, компьютерную викторину для него проще простого. Легко работать было в скречи и в лёне-ад, а довольно тяжело в облако слов. То есть там надо было некоторые фразы знать и правильно их писать. За время исторического летнего лагеря ребята научились работать в команде, делать многокадровую съёмку, преобразовывать аудио и видеофайлы. Протеерей Александр Брюховец также отметил патриотическую часть проекта. И то, что вы сейчас делаете в рамках этого проекта, в рамках защитников Отечества, это станет тем фундаментом, той базой, тем внутренним содержанием, которое даст вам возможность встать на место древних защитников Руси и защищать от тех угроз, от тех бед, от тех, так сказать, напасти, которые будут. Плоды стараний воспитанников станции юных техников и их руководителей саровчане смогут оценить уже в августе на интерактивной панели в холле детской библиотеки имени Пушкина. Сотрудники уверены, подобный формат будет интересен как детям, так и взрослым. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Мастер-классы, круглые столы, репетиции и концерты маленьких артистов. Программу летней творческой школы в музыкальной школе имени Балакирева подготовили насыщенную. Первый день сразу погрузил ребят в мир музыки. С юными талантами занималась руководитель и ведущий педагог проекта Александра Большова. Детки есть очень хорошие, в таком хорошем, настоящем смысле на уровне, то есть участники новых имен, фон Спивакова, да, и участники разных других известных конкурсов. Вот с этими детками мы тоже занимаемся. Я надеюсь, что благодаря действиям в рамках нашего проекта этих детей будет больше, потому что очень важно начинать раньше. Чем раньше начнешь, тем раньше они проявляются, и тем больше будет этих звездочек в Сарове. Поэтому чувствую некоторую причастность. Открытая летняя творческая школа стала продолжением проекта «Школы маленьких пианистов», который уже два года реализуется в рамках программы «Территория культуры Росатома». В летней творческой школе принимают участие 15 маленьких музыкантов с родителями и педагогами из пяти городов России – Лесного, Заречного, Балакова, Краснодара, Сарова. Возраст участников от 4 до 9 лет. Интенсивный ритм работы порой удивляет и ребят, и самих родителей, призналась Александра Большова. Я говорю, после окончания мастер-класса, ну ты же сейчас идешь в соседний класс, ты же идешь заниматься, и я могу сказать, что глаза круглые у всех. Не только у ребенка, и у педагога, и у родителя, и у ребенка у всех недоумение. Как так еще заниматься, опять идти заниматься? Я говорю, ну да, конечно, наши концерты завтра, послезавтра, послепослезавтра. Так что это такое событие в их жизни и для родителей тоже, в том числе, необычное и очень полезное. На торжественной церемонии открытия школы для зрителей подготовили музыкальный подарок от Александры Леонидовны и ее ученицы Варвары Закалиной. В их фортепианном дуэте прозвучал светлый и радостный концерт Моцарта. Перефразируя известную пословицу, мы те, на чем мы играем. Фортепиано – это прекрасный инструмент, который позволяет овладеть максимумом возможности тембровой, регистровой. То есть этот инструмент является по заслуге инструментом оркестры. Занятия школы продлятся до 7 июля. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В этом году военно-историческое объединение «Армир» Центра внешкольной работы получило финансирование сразу в трех конкурсах. В рамках губернаторского проекта «Вам решать» «Армир» победила с инициативой устройство площадки для исторической реконструкции. В городке под открытым небом создадут интерактивное пространство, где саровчане смогут поучаствовать в квестах и мастер-классах, посетить занятия по фехтованию и стрельбе из лука. Здесь же будут устраивать тематические праздники для жителей микрорайона. Деньги в рамках проекта «Вам решать» пойдут на создание крупных и массивных декораций. А чтобы еще больше усовершенствовать площадку имени музей, армировцы создали проект «Центр живой истории Стрелецкой Слобода». В этом проекте предполагается то, что мы расширяем территорию. То есть это будет уже не только вот этот самый маленький зал, в котором мы проводим интерактивные занятия для детей и подростков, но это будет еще и уличная зона, на которой будут проходить интерактивные занятия, мастер-классы по различным примеслам. Ну и плюс к этому мы планируем организовывать потешные сражения для групп детей, чтобы они почувствовали, как это бывает, что это такая война в 16-17 веке. Все это будет проходить в теплое время года во дворе Клуба здоровья Центра внешкольной работы. Грант на реализацию этого проекта объединение получило во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Агентство «Росмолодежь». «Стрелецкая Слобода» стала дополнением к проекту «Вам решать». Проект «Стрелецкая Слобода» как таковой, который мы сейчас реализуем с помощью «Росмолодежи», это закупка необходимого инвентаря мелкого, то есть вооружения, доспехи, предметы различные для мастер-классов. Ну и плюс этот проект предполагает то, что мы обучаем экскурсоводов и аниматоров. Венцом проекта станут два больших мероприятия в следующем году – «Ночь в музее» и «День России». В конкурсе от «Росмолодежи» у «Армира» двойная победа. Грантовое средство получила еще один проект «Вместе Россия». На протяжении нескольких месяцев воспитанники объединений Центра внешкольной работы будут изучать особенности и взаимодействия русской и мордовской культур, учиться народным промыслам. Мы выбрали тему «Мордовская вышивка», то есть традиционные мордовские мотивы, цветовая гамма. И хотелось бы нам, чтобы максимальное число учащихся освоили эту технику. В сентябре и в октябре у нас будет целая серия таких занятий совместных детей, родителей, педагогов. Мы будем делать именно на всяких предметах, которые сейчас пользуются молодежь, то есть это рюкзаки, чехлы, пояса, чтобы это просто не лежало на полках, а этим пользовались. Пока нет предположения, как это будет выглядеть, но мы думаем, очень быстро научимся, как всегда. На итоговом фестивале 4 ноября, где будут, наверное, приходить в молодежном центре, будем это показывать другим, всем желающим. Итогом проекта «Вместе Россия» станет городской фестиваль русско-мордовской культуры, который пройдет в праздник Дня народного единства. Для горожан пройдет серия мастер-классов от воспитанников и педагогов в ЦВР, ярмарка средневековых ремесел, военно-историческая реконструкция и галоконцерт творческих коллективов Сарова и Темникова. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Артем Руйскин начал заниматься творчеством в 15 лет. К этому его подтолкнул лучший друг Василий. Вместе с ним они начали писать тексты и музыку в стиле рэп. Спустя время Артем и его друзья выпустили релиз песни «Это непросто». На трек они сняли клип. Вдохновила меня девчонка на него, моя. И все так хорошо сложилось. Я нашел очень хорошую музыку, бит. Парень с удовольствием решил мне его предоставить. И, собственно, я написал это про цедение. Сейчас Артема Руйскина знают по псевдониму «Кола». Молодой человек взял его не случайно. В детстве его дразнили колобком. Маленькому Теме это не нравилось. Но спустя время он решил, что свою слабую сторону он превратит в сильную. И взял псевдоним «Кола». И это сыграло ему на руку. Не только в жизни, но и в треках. На данный момент официальных релизов пока что два. Но это именно которые я на все площадки выпустил. Хочу вообще... В задумках очень много. Я хочу еще выпустить пару синглов. И если сейчас много людей заинтересуется, подпишутся на группу, то я думаю, хочу выпускать уже сольный альбом. Сейчас Артему 21 год. И планы на жизнь у него грандиозные. Принять участие в фестивалях, концертах, записать побольше треков. Посмотреть выступления Артема и его группы можно на площадках города. Более подробной информации в группе ВКонтакте «Кола». Это не просто «Бэй, пойми, у меня скоро кончится воздух». Это так просто то, когда на счет упали бабосы. РАИП всем боссам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА